Ремонт идет в полной тайне. Никто не знает, что будет завтра. Никто не знает, что будет завтра. Мне кажется, запутались и заказчики, и исполнители. Начали на наших стояках делать ремонт, потом бросили, перешли на другой подъезд. Сейчас нам каждый день врут, вот просто врут, по другому слову нельзя употребить, что они вот не сегодня, а завтра дословно мы к вам придем. В стране ТСЖ нет никакого контроля за этим графиком ремонта. Жильцы дома на улице Больничной 20А уже не рады, что затеяли капитальный ремонт. В зиму вошли без отопления, сейчас сплошные недоделки. Во время ремонта у жителей залило квартиры, горячую воду отключили. Люди решили больше не надеяться на председателя ТСЖ и сами начали контролировать недобросовестных подрядчиков. Ближе к Новому году ситуация на Больничной стала меняться к лучшему. Стояки отремонтировали, отопление горячая вода, в дом вернулись. Медленно, но верно, капремонт близится к завершению. Как застраховать другие дома от подобного коллапса? Ведь с этого года расходы на капремонт ложатся на плечи собственников. Новая строка в квитанциях за коммунальные услуги появится уже в апреле. В зависимости от состояния дома, собственникам придется платить от 5 до 6 рублей с квадратного метра ежемесячно. У горожан есть выбор – либо завести собственный лицевой счет в банке, либо доверить средства региональному оператору. Как поступили, например, жители 56-го дома по улице Тухачевского. За 30 лет периодически в доме ремонтировали и крышу, и подвал. Но время берет свое. На этажах гуляет ветер, нужно латать межпанельные швы. Да и кровлю снова протекает. Капитального ремонта явно не хватает. Этот капитальный ремонт, который сейчас у нас будет с 2014 года, мы будем выплачивать дополнительные суммы, я считаю, это спасение для каждого дома. Мы выбрали регионального оператора. Помимо наших денег, которые мы будем собирать, отчислять жители дома, туда будут добавляться еще и с областного бюджета. В 2014-м на капремонт с населения региона планируют собрать 2 миллиарда рублей. Еще полмиллиарда добавит область. Чтобы жителям было проще ориентироваться в новом законодательстве, городские власти провели серьезную подготовительную работу. Для жителей организовали обучающие семинары. Лично мне стало очень много понятно после всех этих семинаров. И понятно, как собираются деньги, на что они тратятся, как они тратятся. Понятно, что это будет грамотное управление. Мы сами не сможем так управлять. У нас не хватит образования. А тут уже грамотные, компетентные люди. И план составят, и проследят за работами. Меня, например, это очень устраивает. Сейчас встреча проводится повторно во всех районах города со старшими по домам и председателями ТСЖ. Данную работу мы начали еще под руководством главы города. Лично с ним выезжали, начиная в июне месяце, по каждому району, где начинали уже вести разъяснительную работу по рекомператору, а потом, как будет проходить в целом капитальный ремонт. На сегодняшний день эта работа продолжается. Если жители выбирают регионального оператора, то организация берет на себя всю работу по содержанию счета, составлению СМЕД, выбору подрядной организации, контролю за соблюдением качества ремонта. Собственникам остается только контролировать ход работ. Средства, которые поступят региональному оператору, будут защищены. Для контроля за деятельностью фонда создан специальный попечительский совет. Его возглавил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Сам фонд капитального ремонта – это некоммерческая организация. Вот смысл некоммерческой организации. То есть она создана не для получения прибыли. То есть она не может использовать наши взносы на свое содержание. За эти средства отвечает бюджет области. Бюджет области отвечает. Даже если они вдруг пропали, то бюджет области – все это восполняет. И никто никуда не денет. Выбрать способ накопления средств на капремонт горожане должны до конца января. На общем собрании жильцы могут определиться и с объемом необходимых работ. Сейчас политика государства нацелена на то, чтобы наши собственники имели активную социально-гражданскую позицию, чтобы они активнее внедрялись в все процессы общественной жизни и не только по вопросам ЖКХ. Если собственники так и не сделают выбор, в соответствии с областным законом, вопрос о выборе способа формирования фонда возьмет на себя муниципалитет. Глава города Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что в Самаре это будет региональный оператор, утвержденный правительством Самарской области. За 30 лет только в Самаре планируется отремонтировать почти 10 тысяч многоэтажек. У жителей остается право изменить решение и выбрать другой способ формирования фонда капремонта. Для этого необходимо будет провести собрание собственников жилья и подать заявление в государственную жилищную инспекцию. Закон четко прописывает, что мы впоследствии, как бы в течение действия программы, можем переходить из рекоператора на собственный счет, равно как из собственного счета в рекоператор. Уже сейчас власти говорят о необходимости жесткого контроля. Конкурсы на освоение средств на капремонт объявят весной. В области формируют черные списки недобросовестных подрядчиков, причем попадут в них именно учредители организаций. Принято решение, что сейчас не компания будет носиться в черные списки, а учредители сами. То есть если вы попались раз, то вы больше на этом рынке работать не будете. При проведении капремонта контролировать подрядчиков будут представители регионального фонда, госжилинспекция, председатель совета дома и выбранные жильцы. Если после выполнения ремонта обнаружится брак в работе строителей, подрядчик не получит деньги из банка до тех пор, пока не устранит недочеты. В список на капитальный ремонт вошли все дома областной столицы. В этом году в Самаре приведут порядок 367 зданий. Всего в Самарской области за 30 лет капремонт должен затронуть более 19 тысяч домов. Всю необходимую информацию о новых правилах накопления средств на капремонт можно найти на сайте регионального фонда капремонта либо по телефону горячей линии 212-0163 и 212-0112.